В конце минувшей недели прошел чемпионат Эстонии по художественной гимнастике. Чемпионкой стала Ольга Богданова, серебро завоевала Кармен Каллима и Лаурабель Кабриц стала бронзовой призеркой. С девушками на сцене встретится еще наш Андрей Ситов, которому они покажут мастер-класс. Ну а пока мы поговорим с тренером по художественной гимнастике Ларисой Горбуновой. Доброе утро. Доброе утро. Лариса, вы являетесь единственным тренером в Эстонии, которому удалось вывести своих спортсменок на очень высокий уровень. Например, на Олимпиаду вышла Ирина Кикаса в 2008 году. Как сейчас вы оцениваете уровень эстонской художественной гимнастики? Ну вот мы как бы опять хотели попасть на Олимпиаду. В Рио не получилось. Но почему-то мне кажется, что эти дети вполне могут с этим справиться. Насколько серьезной должна быть подготовка, чтобы наши спортсменки по художественной гимнастике попали на Олимпиаду и вообще завоевывали высокие места на международном уровне? Это действительно серьезная подготовка. И, к сожалению, у нас в этом году нереально плохие условия, поскольку калиф закрыт. А для того, чтобы готовить гимнасток, нам нужен очень высокий потолок. И мы попадаем раза три, а иногда и только два, и один раз в гимназию Лили Кюла, где есть потолок хоть какой-то. А так у нас очень тяжелый год в этом отношении. Но что-то будет меняться? Будет меняться, потому что калиф открывают в мае. То есть условия улучшатся, и тогда уже можно надеяться, что наши спортсменки смогут тренироваться достойно и достичь высоких результатов. Мы очень на это надеемся, тем более, что нам обещали, что у нас даже будет подиум. Потому что выступаем мы на подиуме, сверху ковер, а такого у нас в Сталине просто еще нет. Я уже сказала, что Ольга Богданова стала чемпионкой Эстонии буквально несколько дней назад. Однако, когда шли соревнования, проходил сам чемпионат, то лидером была ее сестра Виктория Богданова. Потом она спустилась на четвертое место, и, значит, чемпионкой стала Ольга. Но предстоит еще чемпионат мира в Болгарии. Там будет выступать именно Виктория, а не Ольга. Чемпионат мира? В Болгарии у нас будет Кубок мира. Кубок мира, да, извините. Ну, тут немножко произошла накладка в федерации, потому что на самом деле они обе могли выступать в Кубке мира. Но поскольку билеты уже были куплены, все это делается заранее, действительно такая неприятная ошибка в том смысле, что вообще мы на Кубках мира в этом году могли использовать двух гимнасток. Было сказано, что одна, и поэтому одна в турнире, а вторая в Кубке. Ну, сейчас мы видим отрывки из выступления, да, это прошедший чемпионат Эстонии, где выступает Ольга. И как обстоят дела с судейством в художественной гимнастике? Потому что, например, такие красивые виды спорта, как фигурное катание, художественная гимнастика, когда зритель простой смотрит выступления гимнасток, то ему кажется, что непонятно, за что судьи выставляют такое количество баллов. Можно ли там действительно видеть какие-то разночтения, что не так все однозначно, как, например, в других видах спорта? Конечно, можно. Это субъективный все-таки вид спорта. У нас есть такое понятие артистика. Ну, и тут уже, наверное, кто как это видит. Так, по элементам и по сложности, наверное, более-менее можно прийти к какому-то мнению. Артистика – это сложно. Субъективный взгляд, в общем. Субъективный. Спасибо огромное. Я благодарю Ларису Горбунову, тренера по художественной гимнастике, благодаря которой наши спортсменки завоевывают высокие места. Ну, а с чемпионкой Эстонии, а также с бронзовым призером чемпионата Эстонии сейчас поговорит Андрей Титов. И, в общем-то, пройдет мастер-класс своеобразный. Андрей, тебе слово. Я надеюсь, меня научат обращаться хотя бы с некоторыми предметами, которые используются в художественной гимнастике. Ольга Богданова, поздравляю с победой, с чемпионством. Спасибо большое. И Лавра Бель Кабрит, занявшая третье место. Лавра Бель, вы недавно только выступаете во взрослой категории. Наверное, это уже большой успех и признание, да? Ну, наверное, да. Ольга, вы уже не первый раз выигрываете чемпионат Эстонии. В этот раз с отрывом, с большим достаточно финишировали. Значит ли это, что на сегодняшний день в художественной гимнастике вам нет равных? Нет, конечно. Как бы чемпионат Эстонии не является моей равностью ее линии, к чему я стремлюсь. Я все-таки стараюсь хорошо показывать свои результаты на мировой арене. Для меня главное это войти в финалы на Кубках мира и на чемпионате мира, чтобы возможность была войти на Олимпиаду. Да, вот Олимпиада, вот об этом мы только что говорили. Лавра Бель, у вас какая мечта? Похожая, наверное? Ну, сначала попасть на чемпионат Европы, потом на чемпионат мира, а потом уже буду дальше. Девушки, а как вы празднуете победы? Ведь вам, наверное, нельзя из-за того спорта, которым вы занимаетесь, ни шампанского выпить, ни тортика съесть? Или как? Ну, допустим, после этой победы у меня вообще не было времени даже праздновать, потому что я заканчиваю университет, и у меня было очень много учебы на данный момент. Поэтому вот так вот. А вы как празднуете? Тихенько, в семейной кругу. Понятно. Вы принесли с собой несколько предметов, с которыми выступают художественные гимнастки. Кстати, мужчин было бы тоже, наверное, интересно увидеть в этой дисциплине, как вам кажется? Ни в коем случае. Это лишь свое мнение. Конечно, в Испании уже пробуют это и во многих других странах. Но чисто для меня, кажется, это уже слишком. Начнем с мяча, Лавра Вель. Мяч правильно я называю этот снаряд? Можно? Да. Ну, мне просто, как человеку, играющему в футбол, ближе всего именно он. Полноценного выступления мы сегодня показать не можем, потому что девушкам нужно очень много времени, чтобы серьезно размяться с утра. Все-таки время раннее, поэтому мы можем показать лишь отдельные элементы. Ну, продемонстрируйте что-нибудь. Красота! О, я вот так вот делал с большим мячом, когда играл в баскетбол. Правда, так долго крутить у меня это не получалось ни в коем случае. Хорошо. А вот это вот называется, похоже на большие барабанные палочки. Это называется булавы. Булавы, да? Булавы. Булава, правильно говорить. Да, так, ну, с ними я видел, вы демонстрируете элементы, схожие вообще с жонглированием, да? Но булавы только две должно быть у художественной гимнастики. Да, похоже очень на жонглирование, на цирковые какие-нибудь трюки. Но на самом деле, да, это гимнастический такой предмет и один из самых любимых моих. Лаура Бель, а у вас какой любимый предмет? У меня обруч. Обруч? А сколько всего предметов в художественной гимнастике? Четыре, пять. Пять. Мяч, булава, обруч, лента. Скакалка. И скакалка еще. Ну, это, в общем-то, один оборот сделать не так уж сложно. А два? О, тоже получилось. А сколько максимум можно сделать оборотов? Сколько угодно. Сколько потолок позволит, да? Да, сколько потолок. Это то, о чем ваша тренер сказала, что слишком у нас мало залов с высокими потолками. И студия ТВ плюс – это тоже не то место, где можно размахнуться. А покажите, пожалуйста, ленту. Вы сказали, что она очень длинная. Какова длина ленты? Шесть метров у сеньорок, а у юниорок пять. Это уже взрослая лента? Да, это уже взрослая лента, с которой я выступаю. Шесть метров, кажется, очень много, но вот такого элемента нет в художественной гимнастике? Это я сейчас сам выдумал. Вот так вот, и тогда получится. Ага. Вниз палочку наклонить. Слушайте, шесть метров, как вы ее сворачиваете? Это, наверное, каждый раз после выступления еще много времени нужно потратить на то, чтобы свернуть ее. Да нет, мы уже научились быстро ее сворачивать. У нас специальные матушки, которые позволяют это сделать буквально за минуту. Матушки, так вы называете, молодых спортсменок, которые помогают? Нет, такие вещи, которые быстро позволяют свернуть ленту, ну или бинты, как хотите. Ну что ж, спасибо вам, девушки, за этот небольшой мастер-класс. У нас в гостях были Ольга Богданова, чемпионка Эстонии по художественной гимнастике этого года, и Лаура Бель-Кабрис, которая заняла на чемпионате Эстонии бронзовую медаль, завоевала, заняв третье место. Я желаю вам дальнейших свершений, побед, ну и надеюсь увидеть вас. Ну не то чтобы обеих, хотелось бы гораздо больше наших спортсменок увидеть на Олимпиаде, но хотя бы вас. Ну а зрителям я хочу сказать, что совсем скоро наша программа выйдет на связь со студией новостей. Елена Соломина готова это сделать прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok